Центр консультации Роспотребнадзора Анастасия Пшеницына столкнулась с проблемой по дороге в аэропорт. Недавно купила мобильный телефон и только сейчас усомнилась в его качестве. Благо перед вылетом в Москву ей удалось проконсультироваться со специалистом. Меня интересовала вопрос, могу ли я, если мне не понравится товар, вернуть его в другом городе. Меня здесь проконсультировали, я осталась очень довольна. Я могу вернуть, так как у меня сетевой магазин, спокойно через интернет онлайн. К сожалению, если бы был обычный магазин, то я бы вернуть уже не смогла. Актуальный вопрос для болельщиков – туристические услуги. Каждая гостиница города-организатора Мундиаля получает статус по звездности от 5 до 0. По ним она вправе устанавливать цены на номера. Например, за сутки в гостинице с одной звездой турист может отдать 4 250 рублей. И не копейки больше. Безусловно, они, конечно, могут обратиться прежде в гостиницу с возмещением разницы в цене. Если это в добровольном порядке будет не возмещено, то исковое заявление в суд мы поможем составить. Разница должна быть возмещена и при этом еще, конечно, и моральный вред. Гостям из других стран здесь тоже рады и готовы помочь. С ними будут общаться на английском. Знание языка подтянули, а вот обращений от иностранцев пока нет. Болельщики пребывают в прекрасном настроении. Оно и к лучшему. Центр консультации туристов открыт в каждом городе организаторе Мундиаля. В Нижнем Новгороде он будет работать до 8 июля в круглосуточном режиме. Вероника Кузьминова, Андрей Панов. Столица Нижний.